Тозер Размышлять о трех лицах божества – это значит, мысленно совершать прогулку по саду Эдема, двигаясь по направлению к Востоку и ступать на Святую Землю. Наши самые искренние стремления постичь непостижимую тайну Троицы должны навсегда остаться безрезультатными, и только глубокое благоговение может оградить эти наши стремления от домыслов, не основанных ни на чем. Некоторые люди, отвергающие все, что они не могут объяснить, отрицают, что Бог триедин. Пристально глядя на Всевышнего своим хладнокровным, спокойным взглядом, они думают, что не может быть, чтобы он был одновременно и одним, и тринья. Эти люди забывают, что вся их жизнь окутана тайной. Они не думают о том, что любое реальное объяснение даже простейшего явления природы скрыто во мраке, и что объяснить это явление не легче, чем тайну Божества. Каждый человек живет верой, и неверующей, и святой. Один живет верой в законы природы, другой верой в Бога. Каждому человеку на протяжении всей его жизни приходится верить во что-то, пусть даже неосознанно. Даже самого ученого-мудреца можно повергнуть в умолчание одним простым вопросом «Что?». Ответ на этот вопрос всегда будет находиться в пропасти незнания, недоступной пониманию ни одного человека. «Бог знает путь ее смерти, и он ведает место ее». Книга Иова, глава 28, стих 23. Но смертный человек этого никогда не знает. Томас Карлель вслед за Платоном описывает чувства человека, серьезного языческого мыслителя, выросшего в темной пещере, когда он впервые увидел восход солнца. Как он был удивлен, восклицает Карлель, каким изумлением был он охвачен при виде того, на что мы ежедневно взираем с безразличием. Со свободным, открытым восприятием ребенка и вместе с тем характерной для взрослого человека зрелостью ума, он смотрел на это зрелище, и сердце его воспламенялось. Это скалистая земля, покрытая зеленой травой и цветами. Эти деревья, эти горы, эти реки, эти шумящие моря и проплывающие вверху у него над головой огромное темно-синее море, колышимое ветром эта черная туча, постоянно меняющая свою форму. Из этой тучи появляется то огонь, то град и дождь. Что это, что? Всю глубину, всю сущность этого мы пока еще не знаем. Мы никогда не сможем это узнать. Как отличается от этого наше восприятие, восприятие тех, кто присыщен чудесами? Мы избегаем думать об этом вовсе не из-за нашей великолепной проницательности, пишет Карлиль, а из-за нашего невероятного легкомыслия, из-за нашей невнимательности, из-за того, что нам не хватает проницательности. Мы перестаем удивляться этому, потому что мы не думаем. Мы называем огонь, выходящий из черной грозовой тучи электричеством. Тоном ученых людей читаем о нем лекции, получаем некое его подобие путем трения шелка о стекло. Но что это? Откуда оно приходит? Куда оно идет? Наука сделала для нас многое. Но плохая та наука, которая попыталась бы скрыть от нас великую, глубокую и священную бесконечность незнания, в которую мы никогда не можем проникнуть, над которой вся наука, как пленка на поверхности воды. Этот мир даже сейчас, когда есть только всяких наук, по-прежнему остается чудом, чудесным, непостижимым, загадочным и даже больше для всякого, кто задумается об этом. Эти проникновенные, почти пророческие слова были написаны более ста лет назад, но с тех пор никакие достижения науки и техники не обесценили их значение, и в этом высказывании не устарела ни одна точка, ни одна запятая. Мы по-прежнему не знаем. Чтобы о нас не подумали плохо, мы легкомысленно повторяем популярные научные термины. Мы обуздываем могущественную энергию, которая стремительно проносится через наш мир. Мы с величайшей точностью управляем этой энергией в наших автомобилях и на наших кухнях. Мы заставляем эту энергию работать на нас, как Аладдин заставлял Джина, но мы по-прежнему не знаем, что это такое. Секуляризация, материализм и навязчивое присутствие вещей погасили в наших душах свет и превратили нас в поколение зомби. Мы прикрываем наше полное незнание словами, но мы стыдимся чему-либо удивляться. Мы боимся даже шепотом произнести слово «тайна». Не колеблясь церковь проповедует учения о троице, не претендуя на понимание, она свидетельствует об этом, повторяя то, чему учит Священное Писание. Некоторые отрицают, что в Писании говорится о триединном Боге на том основании, что сама мысль о тройственности и единстве – это противоречие в терминологии. Но поскольку мы не можем понять, почему и как лист падает с дерева у дороги, почему и как воробушек вылупливается в гнезде на том же дереве, то почему троица должна быть для нас проблемой? Наши мысли о Боге становятся более возвышенными, писал Мигель де Моленос, когда мы знаем, что он непостижим, недоступен нашему пониманию, а не когда мы представляем его себе в каком-то образе и наделяем его красотой в соответствующей нашему несовершенному пониманию. Не все те, кто называл себя христианами на протяжении столетий исповедовали доктрину о троице, но подобно тому, как присутствие Бога в виде огненного столпа сияло над лагерем народа Израиля на протяжении всего пути через пустыню. Говоря всему миру, это мой народ. Вера в троицу со времен апостолов сияла над церковью его первородного сына в ее путешествии сквозь годы. Чистота и сила следовали за этой верой. Под этим знамением шли апостолы, отцы церкви, мученики, мистики, авторы церковных песнопений, реформаторы, борцы за возрождение церкви. И на их жизнях и на их делах была печать Божьего одобрения. Пусть в чем-то второстепенном их взгляды различались, но всех их объединяла приверженность учению о троице. Верующее сердце признает то, о чем говорит Бог, не пытаясь искать других доказательств. Искать доказательства значит подвергать сомнению, найти доказательства значит сделать веру излишней. Все, кто владеет даром веры, поймут, как мудрые, смелые слова, сказанные одним из первых отцов церкви. «Я верю, что Христос умер за меня, потому что это невероятно. Я верю, что Он воскрес из мертвых, потому что это невозможно». Так относился к Богу Авраам, который, несмотря на все реальные доводы, был тверд в вере, прославляя Бога. Так относился к Богу Ансельм, 2 Августин, один из величайших мыслителей христианской эпохи, который считал, что вера должна предшествовать всем попыткам прийти к пониманию. Естественно, что размышления об истине, познанной через откровения, приходят после того, как приходит вера, но вера приходит туда, где уши слышат, а не туда, где ум погружается в размышления. Верующий человек приходит к вере не путем мудрствования, он не ищет подтверждения своей вере в философии или в науке. Он кричит «О земля, 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 слушай слово Господне». Книга пророка Иеремии, глава 22, стих 29. «Бог верен, а всякий человек лжив». Послание к римлянам, глава 3, стих 4. Отвечает ли это, что ученость не имеет никакой ценности в сфере религии, данной нам в божественном откровении? Вовсе нет. Перед ученым стоит очень важная задача, но предел ее строго ограниченный. Задача ученого гарантировать чистоту текста, как можно большую его близость к первоначальному тексту Слова Божьего. Ученый может сравнивать один текст писания с другим до тех пор, пока не дойдет до понимания истинного смысла текста. Но именно на этом его полномочия кончаются. Он никогда не должен давать свою оценку написанному. Он не должен осмеливаться выставлять смысл Слова Божьего на суд своего рассудка. Он не должен решаться на то, чтобы признавать Слово Божье разумным или неразумным, научным или антинаучным. После того, как смысл писания раскрыт, этот смысл выносит свое суждение об ученым, а не наоборот. Учение о Троице — это истина для сердца. Лишь дух человеческий способен пройти через эту завису и проникнуть в святая святых. «Позволь мне искать тебя в стремлении», — молил Господа Ансельм. «Позволь мне не стремиться к тебе в поиске. Позволь мне найти тебя в любви и, найдя, любить тебя». Любовь и вера чувствуют себя как дома в тайне Божества, и пусть разум с почтением преклонит колено, не входя в этот дом. Христос, не колеблясь, использовал форму множественного числа, говоря о себе самом и одновременно о Боге Отце и о Духе Святом. «И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим» — Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «И еще Он сказал, «Я и Отец одно» — Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. «Очень важно, чтобы мы думали о Боге, как о единой Троице, не смешивая трех лиц и не разделяя единую сущность. Только так мы можем правильно думать о Боге, и только такие мысли о Боге достойны Его и достойны наших душ». Именно то, что наш Господь настаивал на Своем равенстве с Отцом, возбуждало гнев набожных людей, Его времени в конце концов привело Его к распятию. Нападки на учения о Троице, предпринятые два столетия спустя Арием и некоторыми другими людьми, также были направлены на то, чтобы лишить Христа Его божественной сущности. В то время, когда Арианство противопоставляло себя всему христианскому миру, 318 отцов Церкви, многие из которых были изувечены или покрыты шрамами в результате пыток, перенесенных во время гонения на христианство, встретились в Никее и приняли символ веры, одна из частей которого гласит «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога Истинного от Бога Истинного, рожденного, несотворенного, Отцу Единосущного, через которого все произошло как на небе, так и на земле». На протяжении более шестнадцати столетий это было и остается окончательной проверкой на истинную принадлежность христианству. Так и должно быть, потому что в этих словах богословским языком кратко сформулирована вся сущность учения Нового Завета о положении Сына в божественной сущности. Принятый Никейским собором символ веры также отдает дань и Святому Духу, который является Богом и который равен Отцу и Сыну. Верую в Духа Святого, Господа Животворящего, исходящего от Отца, вместе с Отцом и Сыном, почитаемого и прославляемого. Если не считать вопрос о том, исходит ли Дух Святой только от Отца или от Отца и от Сына, это положение древнего символа веры разделяют и западное, и Восточной Ветовой Церкви и вообще подавляющее большинство христиан. Авторы символа веры Святого Афанасия с очень большой осторожностью описывали взаимоотношения между тримя лицами Тройцы, заполняя пробелы в человеческой мысли лишь настолько, насколько это было возможно, не выходя за пределы, очерченные полученным по вдохновению свыше Словом Божьим. В этой Тройце, говорится здесь, нет ничего прежде или после, нет ничего больше или меньше, но все три лица едины в вечности, объединены друг с другом и равны. Но как же сочетаются эти слова со словами Иисуса? «Отец мой более меня» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 28. Те старые богословы знали это и написали в символе веры, равный Отцу в своей божественной сущности, менее Отца в своей человеческой сущности. И это определение привлекает внимание каждого человека, который всерьез намерен искать истину там, где свет лишь едва виден. Для того, чтобы искупить грехи человечества, вечный Сын не покидал Отца Своего. Находясь среди людей, Он говорил о Себе как о «Единородном Сыне, сущем в недре Отчим» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. «И как о Сыне человеческом, сущем на небесах» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 13. «Мы допускаем, что здесь есть тайна, но не смешение понятий. Воплотившись в образ человека, Сын скрывал свою божественную сущность, но не отрицал ее. Единство Божества делало невозможным любое отступление от Его божественной сущности. Когда Он взял на Себя человеческую природу, Он не деградировал и даже на какое-то время не стал чем-то меньшим, чем Он был ранее. Бог никогда не может стать меньшим, чем Он есть, потому что невозможно даже подумать, что Бог может стать чем-то отличным от того, чем Он является. Три лица Божественной сущности – это одно целое, и у них единая воля. Они действуют всегда вместе, и никогда ни один из них не делает даже самую малость без одобрения двух других. Каждое деяние Божье осуществляет Троица в своем единстве. Здесь, конечно, мы вынуждены думать о Боге с помощью понятий, характерных только для человека. Мы думаем о Боге по аналогии с человеком, и в результате мы не можем познать окончательную истину. Но если мы вообще намерены думать о Боге, то мы обязательно будем применять по отношению к Творцу те мысли и те слова, которые применяются обычно по отношению к Его творениям. Вполне реальная ошибка, которую люди совершают, часто даже не осознавая этого, это размышления о трех лицах Божественной сущности как о людях, совещающихся между собой, обменивающихся мыслями и в результате приходящих к какому-то соглашению. Мне все время казалось, что у Мильтона, в его знаменитом потерянном рай, есть одно довольно слабое место. Это когда три лица Божества разговаривают друг с другом об искуплении грехов человечества. Когда Сын Божий ходил по земле как Сын Человеческий, Он часто говорил с Отцом, и Отец отвечал Ему, как Сын Человеческий Он и сейчас заступается перед Богом со своих людей. Диалог между Отцом и Сыном, записанный в Священном Писании, всегда следует понимать как диалог между Вечным Отцом и Человеком Иисусом Христом. То общение, которое происходит в одно мгновение между тремя лицами Божественной сущности, то общение, которое существует вечно, не знает ни звуков, ни усилий, ни движений. Среди вечного молчания было произнесено бесконечное Божье Слово. Его не слышал никто, кроме того, кто говорил всегда, и не было нарушено молчание. О, изумительный, о, достойный поклонение, ни песни, ни звука не слышно. Но повсюду и каждый час в любви, в мудрости и в силе Отец произносит свое драгоценное вечное Слово. Фредерик Фейбер Многие христиане полагают, что дела Господни распределены между тремя лицами. Например, в сотворении мира приписывается Отцу, искупление грехов человечества Сыну, а духовное возрождение Духу Святому. Это верно лишь отчасти, но не полностью, ибо Бог не может разделить Себя так, что одно лицо будет действовать, в то время как другое будет оставаться в бездействии. В Священном Писании показано, как три лица действуют в гармоничном единстве, творя все великие дела во всей Вселенной. В Священном Писании говорится, что мир сотворен Отцом, книга Бытие, глава 1, стих 1, Сыном, послание Колоссянам, глава 1, стих 16, и Духом Святым, книга Иова, глава 26, стих 13, и Псалом 103, стих 30. Воплощение в образ человеческий было совершено всеми тремя лицами. Евангелие от Луки, глава 1, стих 35. Хотя только Сын стал плотью и обитал среди нас. В момент крещения Христа Сын выходил из воды, Дух Святой не сходил на него, а голос Отца говорил с небес. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 16 и 17. Возможно, самое прекрасное описание искупления грехов можно найти в послании к евреям, глава 9, стих 14, где сказано, что Христос вечным Духом Святым принес себя, непорочного Богу, и здесь тоже мы видим, как три лица действуют вместе. Таким же образом, воскресение Христа можно считать деянием и Отца, Деяния апостолов, глава 2, стих 32, и Сына, Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 17 и 18, и Духа Святого, послание к кремлинам, глава 1, стих 4. Апостол Петр указывает, что спасение каждого конкретного человека – это действие всех трех лиц божественной сущности. Первое послание Петра, глава 1, стих 2. И еще говорится, что в душе христианина обитают и Отец, и Сын, и Дух Святой. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 15 по 23. Учение о Троице, как я уже сказал, это истина для сердца. Тот факт, что это учение не может быть удовлетворительно объяснено, свидетельствует не против этого учения, а наоборот – его пользу. Такая истина может быть постигнута только путем откровения. Никто не смог бы просто так представить ее себе. О благословенная Троица! О простейшее величие! О Троя в одном! Ты навек единый Бог, святая Троица! Благословенный Троя равных! Единый Бог! Мы славим Тебя! Фредерик Фейбер Троица! Продолжение следует...